Это произошло 24 июня 1947 года в 100 милях от американского города Сиэтла в районе Каскадных гор. Пилот-любитель Каннет Арнольд кружил на небольшом самолете над урочищем Маунт Рейнер. Он искал пропавшее накануне военно-транспортное воздушное судно. Летчик намеревался получить премию в 5000 долларов, если обнаружит обломки. Когда Арнольд пролетал над склонами самой высокой в этом районе горы, он вдруг увидел 9 дискообразных предметов, промелькнувших в небе со скоростью около 3000 км в час. Предметы перемещались правильным строем. И, как рассказывал потом Арнольд, их движение напоминало полет тарелок, скользящих по воде. Ошеломленный летчик вернулся в аэропорт и сразу помчался в редакцию местной газеты, где уже с порога стал кричать, что он только что видел космических пришельцев. Спустя сутки факт присутствия неопознанных объектов в небе над каскадными горами был подтвержден военными. А чуть позже пресса стала публиковать все новые и новые свидетельства появления летающих тарелок, что дало основание журналистам заявить, земля подверглась нападению космических пришельцев. Не так давно специалисты по изучению неопознанных летающих объектов отметили своеобразный юбилей. 65 лет со дня появления в земной атмосфере первых загадочных дисков. Точка отсчета принято считать именно тот самый визуальный контакт с таинственными пришельцами американца Кеннета Арнольда в 1947 году. Однако, как заявляют исследователи, НЛО существовали намного раньше. Древние манускрипты летописи античности изобилуют упоминаниями о летающих объектах, пилотируемых сверхъестественными существами. Но самым насыщенным необыкновенными явлениями такого рода ученые считают период с 1880 года и вплоть до начала Первой мировой войны. Можно утверждать, что современная история НЛО началась именно тогда. Посещали Землю на всем протяжении существования человечества, а может быть даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей техники, сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна единственная во Вселенной, и второй такой существовать не может. 26 марта 1880 года Джером Кларк и Люсис Фарриш из Нью-Мексико увидели в вечернем небе корабль в форме сигара. Более того, очевидцы утверждали, на загадочном объекте находились 10 странных существ, которые выкрикивали что-то на совершенно непонятном языке. В том же самом году в Персидском заливе пароход британо-индийской компании «Патна» встретился с неопознанным объектом. Странный контакт был описан очевидцами так. Темной спокойной ночью на обеих сторонах парохода появились огромные блестящие вертящиеся колеса, спицы которых, казалось, задевают судна. Очевидцы слышали всплеск, сопровождающийся свистом и фосфорицирующим светом. Это необыкновенное явление видели капитан Аверн, командир Патне, и мистер Мэннин, третий офицер. С октября 1897 года американские газеты начали публиковать репортажи о неопознанном воздушном предмете в лесной глушине Браски. Местный фермер и его семья видели необычный аппарат с тремя яркими огнями, висящий в воздухе над плантацией. 17 ноября неопознанный летающий объект внезапно быстро поднялся вверх и ушел в пространство над Сакраменто. Немногим ранее информация об НЛО появилась и в нашей стране. В военное министерство Российской империи стали поступать тревожные донесения от офицеров частей, расквартированных на территории царства Польского. В них говорилось, что солдаты постоянно замечают в небе сигарообразные объекты неизвестного происхождения, которые с высоты наблюдают за расположениями военных, особенно в период проведения учений. Объекты ведут себя очень странно. То зависают, то начинают маневрировать и перемещаться с невообразимой скоростью, и при этом резко меняют направление движения. Более того, значит, военный министр русский в 1892 году собрал специальное совещание, где были собраны эксперты и были заслушаны доклады по природе этого явления. И был сделан вывод, что характеристики этих объектов, они не имеют никаких аналогов в современном состоянии воздушного слота, скажем так. То есть это технологически были недосягаемые пироиды, которые они там вытворяли. На министерское совещание был приглашен немецкий военный атташе и секретари посольства Германии в Санкт-Петербурге. Им предоставили донесения очевидцев необычных явлений в небе. Это было удивительно, так как документы носили гриф «совершенно секретно». А кайзеровская Германия не являлась союзником Российской империи. Почему российское военное ведомство пошло на такой беспрецедентный шаг? Потому что все вот эти наблюдения, они в массовом виде наблюдались, происходили, делались, фиксировались документально на западных границах, но на границах с Германией. То есть дело дошло до такого, все было очень сложно. То есть дело грозило даже какими-то международными осложнениями. То есть это свидетельство о том, что это не просто на ровном месте что-то происходило. Немцам не пришлось долго доказывать, что они не имеют никакого отношения к таинственным летающим объектам, наблюдавшим за расположениями российских войск на западной границе. Было совершенно очевидно, что на тот момент ни одно государство не обладало техническими возможностями создать летательный аппарат, способный перемещаться в воздухе со сверхвысокими скоростями и маневрировать, пренебрегая законами гравитации. Поэтому тему совещания закрыли, а все материалы расследования были сданы в архив военного ведомства. Правда, НЛО над российско-германской границей продолжали летать. Их активность в небе прекратилась только накануне Первой мировой войны. Позже исследователи обнаружат некую закономерность. Загадочные летательные аппараты наибольший интерес проявляют именно к секретным военным объектам, расположениям войск и испытаниям боевой техники. Так было на рубеже 19-го и 20-го веков, накануне и во время Второй мировой войны, и в период активного противостояния НАТО со странами Варшавского договора. Некоторые исследователи даже выдвинули целую теорию по этому поводу. Чаще всего на НЛО натыкаются военные, потому что НЛО старается контролировать вооружение землян. Не дай бог, чтобы оно не перешло какую-то грань, которая может стать уже неуправляемой. Они умеют отключать ракеты. Она взлетит, но и не взорвется, и плюхнет огнем в болото, и будет там лежать. Это все могут. Они контролируют цивилизацию, они не дадут погубить. Это как, скажем так, ангел хранит. Но больше они вмешиваются, не собираются. Новая волна НЛО захлестнула мир в середине 30-х годов. Тогда тысячи людей наблюдали в Северной Скандинавии большие серые аппараты, напоминавшие самолеты, но не имевшие никаких опознавательных знаков. Они стали предметом напряженных поисков и головной боли для военных властей Финляндии, Норвегии и Швеции. Эти машины значительно превосходили по размерам аэропланы того периода, а также поражали тем, что могли летать в любую погоду и в любое время суток. Необыкновенные явления происходили особенно часто во время рождественской недели 1933 года. Шведская газета «Даггинснейтер» рассказала об одном из событий. Таинственный летательный аппарат появился со стороны Батенсе приблизительно в 18 часов накануне Рождества. Пролетел над Калексом и продолжил полет в западном направлении. Лучи света из машины как будто исследовали территорию. От военных потребовали комментариев. И тогда командующий шведскими ВВС выступил с официальным заявлением. Никаких предположений о призрачном лайнере я высказать не могу. Но со всей ответственностью подтверждаю, что он существует. Детали этого дела не могут быть опубликованы. Вторую мировую войну историки иногда называют «войной машин». Практически ни одно сражение не обходилось без боевой авиации. Иногда в небо на всех фронтах одновременно поднимались до тысячи самолетов. И неудивительно то, что встречи с НЛО вдруг стали происходить слишком часто. Некоторые всерьез озадаченные пилоты даже начали сомневаться. А сражались ли они с врагами только из этого мира? Мало кто знает об эпизоде, произошедшем 23 августа 1943 года. Это тот самый день, когда была окончательно разгромлена немецкая танковая армада на Курской дуге. В самый разгар боя над линией фронта появился неопознанный летающий объект, который на глазах у очевидцев уничтожил целую колонну немецких тигров. Как следует из отчета, составленного сотрудниками контрразведки, таинственный аппарат испустил луч по направлению к колонне фашистских танков, и техника остановилась. Через некоторое время танки продолжили движение и загорелись. Со стороны советских войск в это время выстрелов не производилось. Кстати, в архивах СМЕРШа сохранился сделанный одним из очевидцев рисунок, на котором изображены артиллерийская батарея и зависшая в небе тарелка. Других свидетельств, к сожалению, нет. Да там мало информации, на самом деле. Потому что и вот мы источники тоже смотрели. Ну да, одни говорят, что действительно висел некий объект, который наблюдал якобы за ведением боевых действий. Писали, что даже у немцев заглохли танки. Пытался найти, откуда эта информация. Мне просто как журналисту было интересно докопаться до истины. Пытались мы даже с ветеранами общаться, искали ветеранов. Ветераны про это ничего, к сожалению, не знают. После окончания Второй мировой войны свидетельства активности НЛО как-то неожиданно прекратились. Но затишье было недолгим. Начиная с 1947 года, опять стали появляться очевидцы. И первым, кто буквально натолкнулся в небе на загадочные летательные аппараты, оказался тот самый пилот-любитель из Сиэтла Кеннет Арнольд. А в марте 1950 года журналисты сообщили о крушении инопланетного корабля, на борту которого находились маленькие существа гуманоидного вида, одетые в серебристые костюмы. Это произошло в штате Нью-Мексико. Военные тут же выехали на место предполагаемой аварии пришельцев. Они не обнаружили в районе никаких обломков крушения, но увидели выгоревший в виде круга участок земли, как будто там совершал посадку некий летательный аппарат. После более тщательного обследования местности эксперты все же натолкнулись на непонятные куски неизвестного происхождения. Их погрузили в пикап, а фермера, на чьем раньше это все случилось, заточили под домашний арест на целую неделю. Прессе приказали молчать. Позже стали поступать уже откровенно зловещие сообщения. Например, из американского штата Нью-Гэмпшир. 19 августа 1961 года супруги Бетти и Барни Хилл возвращались вечером на машине к себе домой в город Портсмонд. Неожиданно они увидели в небе яркое свечение. И над автомобилем завис огромный дисковидный объект. Супругов охватил ужас. Но тарелка вскоре исчезла. Бетти и Барни казалось, что происшествие заняло несколько минут. Однако домой они прибыли с двухчасовым опозданием. Но главное началось после. Бетти и Барни во сне постоянно мучили кошмары, в которых их похищали инопланетяне. Врач-психиатр провел отдельно с каждым из супругов сеанс гипноза и извлек из их памяти воспоминания той ночи. Они совпали в мельчайших деталях. Как оказалось, гуманоиды действительно были. У исследователей неопознанных летающих объектов, которые себя именуют уфологами, есть целая классификация контактов с внеземными гостями. Первый уровень – это визуальные наблюдения. То есть объект в поле зрения, но он не взаимодействует с окружающей средой и с самим наблюдателем. Просто перемещается в воздухе. Второй уровень контактов – это когда объект каким-то образом пытается воздействовать на окружающую среду. Глушит автомобильные моторы, замыкает линии электропередачи, создает помехи радиоволнам. И, наконец, третий уровень, который уфологи считают самым непредсказуемым по своим последствиям. Третий уровень контактов – это когда объект уже контактирует с наблюдателем. То есть если, грубо говоря, выходит, например, в кавычках пришелец или зеленый человечек, или обитатель, и начинает каким-то образом контактить с наблюдающим. Когда наблюдаемого похищают, куда-нибудь затаскивают в недра, и что-нибудь с ним делают нехорошее. Именно такой род контакта, судя по материалам расследования американских спецслужб, и произошел с супругами Хилл и Спортсмута. По воспоминаниям Бетти и Барния, инопланетяне – существа с серой кожей и ростом не более полутора метров – завели их в свою летающую тарелку. Там людей раздели и взяли у них различные виды анализов. На прощание гуманоиды сообщили супругам Хилл, что их встреча повторится, и избежать ее невозможно. Пришельцы всегда находят тех, кто им нужен. Интересный факт. Первые свидетельства о том, что гуманоиды проявляют недружелюбное и даже порой враждебное отношение к людям, были зафиксированы в Северной Америке. Некоторые исследователи считают, что противостояние внеземного разума с нашей цивилизацией было спровоцировано летчиками противовоздушной обороны США. Это была атака на два неизвестных летающих объекта. Несмотря на то, что сам инцидент и его последствия строго засекретили, в прессу все же просочились некоторые подробности. НЛО потерпели крушение, а на месте катастрофы были найдены тела двух гуманоидов. Спецслужбы собрали все обломки летательных аппаратов и останки биологического материала и отправили на военную базу на юге штата Невада, известную под названием Зона 51. Там было сформировано специальное подразделение по исследованию НЛО, которое рассматривало проявление интереса внеземного разума к нашей планете не иначе, как агрессию. Я думаю, что история этой вражды еще не написана. Официальные власти боятся просто паники, которая может охватить всю нашу планету, если она вдруг поймет, что следующая война уже в сущности идет, и она идет, как иногда даже пишут действительно по сценариям Герберта Уэллса, это война миров, и что здесь мы, конечно, сталкиваемся с представителями более высокоразвитой и в техническом, и во всех иных отношениях цивилизации, который, по всей видимости, легко нас может, я уж там, не знаю, поработить, подавить, короче говоря, можно даже сказать, колонизовать нашу планету. В последние десятилетия возросшая активность НЛО стала отмечаться и в нашей стране. В августе 1993 года в районе Медведицкой гряды, которая расположена на северо-востоке Волгоградской области, бесследно исчез турист из Красноярского края Николай Харитонов. В январе 2004 года на том же самом месте пропал турист из Башкирии. В первом и втором случаи пропавших искали несколько групп. Очевидцы утверждали, что прибывшие на место поиска люди начинали себя очень странно вести. Находясь как бы в заторможенном состоянии, они не хотели возвращаться назад, а впоследствии не могли объяснить, с какой целью вообще оказались там. Медведицкая гряда уже много лет словет местом, которое как бы притягивает к себе неопознанные летающие аппараты. Исследователи, побывавшие здесь, утверждают, что не раз были свидетелями странных объектов, сферических или треугольных форм. А местные жители уже давно привыкли к таинственным аппаратам. И появление НЛО их не удивляет. Многие видели, как инопланетные корабли совершали посадку. А некоторые из них убеждены, что встречались и с самими пришельцами. Просто зная от своих коллег по ситуации с Медведицкой грядой, там действительно, судя по всему, очень крупная аномальная зона, в том числе геомагнитная. И, возможно, именно вот эти геомагнитные аномалии, они порождают во многом вот это, собственно, такое пиршество духа шаровых молний и прочих-прочих непонятных объектов летающих. В общей сложности в районе Медведицкой гряды исследователями обнаружено 23 места посадки НЛО. На грунте четко отпечатались углубления от посадочных опор, имеющих треугольную форму, а также один восьмиугольный след. Сами объекты попадались в поле зрения ученых 15 раз. Три из них находились настолько близко, что наблюдателям удалось рассмотреть все детали пролетающих аппаратов. Более того, российские уфологи отметили один интересный факт. В местах так называемой посадки неопознанных объектов портативные дозиметры фиксируют повышение уровня радиации. И именно там чаще всего рождаются шаровые молнии, которые также являются одной из особенностей здешних мест. Но молнии ли это? Многие специалисты склонны считать, что огненные шары, постоянно курсирующие над Медведицкой грядой, это разновидность НЛО. Очень часто, наблюдая вот такие вот непонятные объекты, либо НЛО, либо летающие тарелки, частые наблюдатели и военные специалисты, и летчики, и специалисты, которые занимаются изучением подобных явлений, отмечают, что объект часто окружает себя каким-то облаком наподобие плазмы, который или помогает быстрее двигаться, или определенный физический эффект создавать. Поэтому, может быть, действительно, не всегда шаровая молния – это шаровая молния, а, возможно, действительно, какой-то зонд, окруженный определенным полем. Можно в это верить или не верить. Традиционных научных доказательств существования пришельцев из иных миров нет. А к каждому сомневающемуся не подведешь инопланетянина для личного знакомства. Мы подсознательно ждем пришельцев, внешне напоминающих нас. А ведь это вполне могут оказаться представители микромира. Недавно ученые обнаружили в человеческом организме так называемые нанобактерии – крошечные шарики, в которых даже не помещается ДНК. Нанобактерии удивительно живучие. Они не уничтожаются ни антибиотиками, ни патогенами, ни даже гамма-излучением. И точно такие же шарики исследователи НАСА обнаружили в осколке марсианского метеорита, упавшего в Антарктиде. Возможно, мы имеем дело с неизвестной формой жизни внеземного происхождения. Некоторые утверждают – не человек, а именно эти шарики из космоса стали господствующей формой жизни на Земле. Именно они образуют облака, выпадают вместе с дождем. Они несут болезни, в том числе рак и спид. Вызывают старение организма. Ведь известно, что бактерии обладают коллективным разумом, который регулирует их поведение. Каковы цели этих пришельцев, мы не знаем. Однако можем предположить, что они уже среди нас. НОРВЕГИЯ Береговая разведка НАТО обнаруживает в территориальных водах объект, который принимает за советскую подлодку. Непонятно, как субмарина прошла через систему заграждений не только невредимой, но и абсолютно незамеченной. Однако грубое нарушение границы было налицо. И Верховное командование НАТО принимает беспрецедентное решение. Лодку уничтожить. Обломки корабля предъявить в Организацию Объединенных Наций как доказательство советской агрессии. Четыре десятка натовских кораблей забрасывают бомбами столь любимое туристами местечко норвежского побережья – Сапнафьор. Но когда каждый метр морского дна уже был перепахан взрывами, лодка невиданных размеров, а самое главное – формы, всплыла на поверхность и, сверкнув лаковым корпусом, ушла в открытое море. Объяснений этому невероятному факту было только два. Либо русские испытали совершенно новый подводный корабль, либо побережье Норвегии посетило неизвестное науке морское чудовище, а может быть, даже космические пришельцы. Этот рисунок – единственное изображение объекта, который норвежцы приняли за советскую подлодку и пытались уничтожить. Как видите, объект не похож ни на один из известных типов субмарин. Одновременно в небе было зафиксировано появление нескольких неопознанных летающих объектов. Они перемещались очень быстро и явно сопровождали морского гостя. Попытки сбить хотя бы один воздушный объект – тоже результатов не принесли. Информацию о том, что побережье посетили неопознанные подводные и летающие объекты, напечатали во всех газетах. Это стало настоящей сенсацией. Однако для американской разведки в этих сообщениях не было ничего неожиданного. Военно-морской архив США содержит информацию о том, что еще в 1964 году в Тихом океане подводная лодка ВМС США обнаружила рядом с собой точно такой же объект. Приняв его за советскую субмарину, американцы решили задержать нарушителя. По какой причине произошло столкновение, установить не удалось. Известно только то, что произошел сильный взрыв. С корабля сопровождения был спущен подводный аппарат, который доставил наверх что-то похожее на кусок обшивки неопознанного корабля. Но тут произошло невероятное. Лишь только спасательная операция вошла в свою решающую фазу, как акустики вдруг стали докладывать, что в районе катастрофы внезапно появилось 15 неизвестных подводных объектов, каждый из которых не менее 200 метров длиной. Они наглухо заблокировали район поиска. И когда через несколько часов исчезли, на месте катастрофы не было ни одного предмета. Исчезли обломки даже погибшей американской субмарины. Был сделан анализ фрагмента обшивки, который успели поднять. Оказалось, что состав металла ученым неизвестен. В земных условиях такой сплав не существует. После утечки этой информации военно-морская разведка США официально не подтверждает этот эпизод. Так была ли встреча с неопознанным подводным объектом? Можно предположить, что так спецслужбы просто решили скрыть истинную причину аварии. Но тогда возникает вопрос, где обломки погибшей лодки? И кому принадлежали таинственные подводные объекты, которые наблюдал все-таки не один десяток моряков? Неопознанные летающие объекты беспокоят военных моряков не только США, но и Советского Союза. НЛО могут погружаться на большую глубину, развивать огромную скорость и даже атаковать. В то самое время, когда американцы охотились на морских пришельцев, на другом конце мирового океана, экипаж советской атомной субмариной становится свидетелем еще более необычного явления. Во время планового всплытия рядом с лодкой был обнаружен объект, внешне напоминающий гигантскую сигару. Вначале командир лодки решил, что это патрульный дирижабль и приказал срочно готовиться к погружению. Однако то, что они увидели в следующий момент, заставило экипаж в буквальном смысле оцепенеть. Воздушный объект стал медленно погружаться и скрылся под водой. Гидролокаторы зафиксировали звук этого погружения. Затем из объекта ударил мощный луч. Через 10 секунд примерно второй луч в сторону корабля, который шел с правого борта. Ну, эти лучи, в общем-то, так они оставались некоторое время. И потом погасли. Но этот предмет, он начал приближаться к подводной лодке. НЛО завис буквально над подводной лодкой. И я уже не видел полос, а видел только темную часть нижнюю, где не просматривалось ничего светящегося. Через некоторое время, там где-то около одной минуты, он снова начал удаляться в том же направлении, откуда появился. Размеры его в диаметре где-то от 8 до 15 метров. Вот в этих пределах. Но это точно, поскольку он был довольно близко от подводной лодки, и я его края, так сказать, фиксировал. По неофициальной информации, еще более таинственная встреча произошла на Байкале во время окружных сборов подразделений водолазов-разведчиков. Ветераны рассказывают, что во время выполнения учебного погружения бойцы этого сверхсекретного подразделения столкнулись под водой с группой неизвестных пловцов. Вначале их приняли за подводных диверсантов вероятного противника, хотя откуда им взяться на Байкале? Тем не менее, наши водолазы попытались задержать нарушителей. Завязался подводный бой. Несколько наших водолазов погибли. По некоторым данным, под водой произошла встреча с очень странным противником. Таинственные пловцы имели рост не менее трех метров. Одеты были в чешуйчатые костюмы серебристого цвета. Но самое главное, как и персонаж знаменитого фантастического фильма «Человек-амфибия», они не имели аквалангов. К тому же, под водой они передвигались со скоростью, невозможной для обычного человека. Министерство обороны не комментирует этот эпизод. Ветераны военно-морского флота говорят, что доклад наверняка имел высшую степень секретности. Существовал в единственном экземпляре и, скорее всего, сразу же был уничтожен. Так кто же были эти таинственные пловцы? Все говорило о том, что наши разведчики имели встречу либо с инопланетными пришельцами, либо с таинственными подводными монстрами. Конечно, самое простое объяснение все-таки водолазы-нарушители. А все необычные детали этой встречи могли просто показаться. Однако ученые склоняются к тому, что неизвестные науки обитателя морского дна вполне могут существовать и даже иметь человеческий облик. Ведь у человека-амфибии, придуманного писателем-фантастом Александром Виляевым, оказывается, был реальный прототип. История даже сохранила имя этого юноши, который в 17 веке жил на берегу Бискайского залива. Его звали Франциско де Лавелла Кассар. Он умел дышать под водой. Пальцы, рук и ног имели перепонки. Как говорят церковные записи, 9 лет человек-рыба находился в заточении в монастыре францисканцев, а потом сбежал в открытое море. Что это, красивые легенды? Или факты, неизвестные современной науке? Сегодня ответа на этот вопрос нет. Однако таинственные существа и неизвестные объекты фиксируются радарами. Их наблюдают военные моряки и пограничники. Их появление провоцирует даже шпионские скандалы. Только в 1986 году скандинавские страны заявляли Советскому Союзу протест по поводу нарушения морских границ 16 раз. Советских моряков обвиняли в том, что они используют какие-то суперсекретные подводные лодки, глубоководных пловцов-роботов. В прессе даже появлялись странные снимки. Это как будто следы гусениц неизвестного подводного монстра. Надо сказать, что в Москве эти обвинения вызывают вначале удивление, а потом и тревогу. Чьи художества приписывают нашему флоту? Несмотря на попытки опровергнуть обвинения, ноты протеста в адрес советского МИДа поступают одна за другой. Скандинавские страны предъявляют новые факты и доказательства нарушения границ со стороны нашего подводного флота. В конце концов, Советский Союз и НАТО оказываются на грани серьезного конфликта. И тогда командующий Северным флотом адмирал Чернавин с согласия высшего руководства страны собирает экстренную пресс-конференцию и делает сенсационное заявление. Обращаюсь к вам и через вас к вашему правительству, чтобы вы поймали нашу подводную лодку, уничтожили ее там. И я вам скажу спасибо за то, что вы так сказать, это сделали. И показали нам какие-то ее останки этой подводной лодки. И я вам объявлю всем благодарность. Однако на Западе это заявление было воспринято как вызов. В Пентагоне готовится специальная операция под кодовым названием Энеида. Задача ставится четко. Любой ценой захватить или уничтожить советскую лодку-призрак. Уже в ноябре береговая разведка Норвегии докладывает об очередном нарушении морской границы. Для уничтожения лодки было принято решение использовать главный позырь ВМС США сверхсекретную торпеду. Самая новейшая торпеда, которая была у них так сказать произведена, они ее значит так сказать тоже пустили для того, чтобы уничтожить эту подводную цель. Она, эта торпеда промахнулась значит и не попала ни в какую цель, а затонула. Тогда была целая операция организована, потому что это сверхсекретная торпеда, надо было ее поймать, надо было ее достать, надо было ее найти и так далее и тому подобное. В общем, ажиотаж был очень большой. Неудачу с применением сверхсекретной торпеды командование НАТО переживает очень болезненно, но еще более неприятным выглядит другой вопрос. Неужели Советскому Союзу удалось действительно создать такую суперлодку, которая абсолютно неуязвима? Чтобы оправдаться в глазах общественности, Пентагон отдает в прессу все имеющиеся в наличии факты, косвенно подтверждающие советский след. Результат анализа этих фактов оказался более чем неожиданным. В результате этого ажиотажа были какие-то предъявлены, так сказать, на международную арену, какие-то пленки, записи шумов там различных, которые похожи на шумы подводной лодки, еще там что-то. Эти шумы анализировались, потом доказывалось о том, что эти шумы не имеют отношения к подводной лодке. Встречи с неопознанными объектами моряки фиксируют с пугающей регулярностью. Тревога моряков вполне оправдана. Любой неопознанный объект вблизи атомного крейсера источник повышенной опасности. А если этот объект ведет себя непредсказуемо? Если с точки зрения земной логики невозможно объяснить, почему он так быстро движется, почему способен летать по воздуху, погружаться в море, появляться и внезапно исчезать, то эта опасность удваивается. Всего за 4 месяца 68-го года при загадочных обстоятельствах погибли 4 подводных лодки. В Средиземном море израильская лодка Дакар и французская Минерва. В марте в Тихом океане советская Ка-129. А в мае в Атлантике бесследно исчезла гордость ВМС США атомоход Скорпион. Когда специалисты анализировали причины этих морских катастроф, выяснилось, что в 3 случаях из 4 командиры подлодок докладывали о таинственных объектах неизвестного происхождения, которые были зафиксированы в непосредственной близости. Возможно, это совпадит. А если нет? Еще раньше специалисты военно-морской разведки вынуждены были обратить внимание на один странный факт. Каждый раз незадолго до появления неопознанных объектов электронные приборы начинали фиксировать резкий скачок магнитного поля. От одних наших кораблей специфических такой специфической направленности поступала информация о том, что да и лодки сами это наблюдали. повышенное электромагнитное поле под водой. Это аномалия. С чем она связана? Трудно сказать. Никаких чужих объектов там не находилось. Потом обычные объекты, обычные подводные лодки, какие-то батискафы, научные суда, научные объекты подводные глубокого погружения, они такого электромагнитного поля создать не могут. Откуда берутся эти аномалии сгустки энергии? Факты такие были, свинья поступали. Именно эти сгустки энергии и могли выводить из строя сложное электронное оборудование атомного крейсера, а значит и быть причиной морских катастроф. Впрочем, как выяснилось, неопознанные объекты воздействуют не только на технику, но и на человека. Этот эпизод произошел с нашей подводной лодкой во время боевого похода. Вот что было, когда лодка всплыла на поверхность. В одной из ночей в феврале 1972 года всплыл, стал осматривать горизонт, и вдруг я увидел нечто непонятное. то есть в общем-то над горизонтом, ну угол приблизительно места так, это максимум 3-4-5 градусов был, что-то похожее такого на круглое чуть-чуть, клипсовидное чуть-чуть, но достаточно большое казалось мне, и недалеко, как мне показалось. Луна была совершенно в другой стране, а это нечто было такого оранжа красного цвета, которое какое-то создавало неприятное психологическое ощущение, просто аж какое-то давящее на психику, ну я бы сказал, даже какое-то чувство страха там некоторое создавало. Это не был кораблем, не было судном, то есть не было надводным ничем, надводным каким-нибудь там объектом. Это было что-то надповерхности. Поэтому мы приняли решение ничего в журнал не записывать, поскольку объяснить мы не в состоянии были, что это такое, а погрузиться и продолжать выполнять задачи. Зафиксировать появление неопознанных объектов крайне трудно, однако такие свидетельства также существуют. Эти уникальные снимки были сделаны в районе Канарских островов. По словам моряков, из-под воды неожиданно вылетел огромный темный объект и устремился вверх. Через мгновение он вспыхнул огненным шаром и, повисев некоторое время в районе судна, исчез, оставив яркое светящееся облако. Через два месяца аналогичное явление наблюдали уже черноморские моряки. Из-под воды прямо перед кораблем вылетел сияющий диск, ярко осветивший лучом все вокруг. В этот момент и был сделан этот редкий снимок. Через полгода тревожная весть пришла из района Курильских островов. Во время учебного похода крейсера Варяг неопознанный летающий объект на огромной скорости приблизился к судну, облетел его, как будто наблюдая за действиями команды, а затем на глазах у изумленных моряков стремительно погрузился в океан, при этом не подняв даже брызг. Эти очень разные случаи, которые происходили в разных точках мирового океана, объединяет один очень странный факт. Моряки, которые наблюдали появление неопознанных летающих или подводных объектов, отмечают, что в этот момент они начинали испытывать внезапное чувство психологического дискомфорта, непонятного страха. Многие чувствовали сильную головную боль и общее недомогание. В те годы все, что было связано с НЛО, в Советском Союзе официально считалось антинаучным. Говорить о том, что кто-то видел какой-то объект и при этом у него разболелась голова, было просто небезопасно. За такие разговоры военный моряк мог лишиться должности, а мог и в психушку угодить. Поэтому, конечно, люди делились между собой информацией, но делали это в узком кругу и без посторонних ушей. Подвод лодка вернулась в базу, в Гремиху. Через день там собрались у меня дома командиры со своими там женами почествовать счастливое возвращение. Я говорю, ребята, вот, был такой случай, стыдно признаться, но он какой-то действительно гнетущее впечатление, даже какое-то чувство страха вызывал. На кухне сидит Виктор Кулаков, командир подводной лодки нашей же бригады, который передо мной ходил на этот рубеж в январе месяце. Он сидит и говорит, Юра, я точно так же один к одному в этом же месте видел то же самое, точно так же, как и ты, делал попытки подойти, разобраться, посмотреть, махал рукой, погружался и уходил. И, естественно, говорит, я тоже никуда не записал, но тогда еще директив никаких не было, докладывать о неопознанном объекте не надо было, ну, тем более нас ничего это не обязало. Была еще одна причина, по которой моряки не спешили докладывать о таких встречах. В некоторых случаях приборы просто ничего не фиксировали. То есть радары показывали, что на десятки километров горизонт чист, а команда наблюдала рядом с судном яркие огненные шары, треугольники. Иногда это и вовсе были объекты в виде летательных аппаратов непонятного происхождения. В районе Канарских островов команда нашего корабля ясно наблюдала объект, который представлял собой классическую летающую тарелку. Точно такую же, как в фантастических боевиках. Я имел возможность не только наблюдать зрительно этот объект, но и заглянуть в бинокуляр с увеличением в 20 раз, 20-ти кратный. Объект наблюдался в течение примерно 20 минут, и я хорошо его успел рассмотреть стереотрубу. классической тарелки из домянушки. Верхняя часть абсолютно гладкая, скажем, как парашют, а нижняя она больше похожа на угол. Естественно, с большого расстояния, трудно говорить о конкретных размерах, но цвет света огня. Желто-красные такие тона, без переливов, ровный свет. Это видело большое количество народу. Кроме вахтенного офицера, сигнальщика, который обнаружил приглашенный на верх командир, я его видел, и порядка 50 курсантов. Однако, несмотря на большое количество свидетелей, наблюдавших летающую тарелку, технических доказательств этого явления не было. Экраны радаров были пусты. А значит, либо моряки видели какой-то фантастической природы мираж, либо все они стали жертвой массового гипноза, либо летательный аппарат обладал уникальными свойствами и был просто невидим для приборов. Таких случаев было несколько, и именно на эту особенность НЛО военные специалисты обратили внимание в первую очередь. Отраженного луча мы не получали. Но у нас возникло впечатление, что поле, которым окружен этот неопознанно летающий объект, оно поглощает электромагнитное излучение и не дает отраженного луча. Именно такой принцип поглощения электромагнитных лучей позже ляжет в основу сверхсекретной технологии стелс и позволит американцам строить самолеты-невидимки. Однако в этих самолетах электромагнитные лучи поглощают все-таки специальное покрытие самолета. В случае же с неопознанными летающими объектами, если они действительно существуют, речь идет о недостижимом для нашей науки технологическом уровне создавать вокруг корпуса непроницаемое поле. Все эти факты не могли не волновать военных. Такая информация до меня доходила о том, что кто-то видел где-то какой-то летающий объект, который перемещался очень как-то необъяснимо, который исчезал, появлялся и так далее. Таких докладов становилось больше, больше и больше, понимаете? И уже просто от них отмахнуться, грубо говоря, было нельзя. Что делать с этими донесениями? Никто не знал. С одной стороны, версия инопланетных пришельцев была слишком экзотической, чтобы ею заниматься всерьез. Но с другой, речь могла идти и о применении противником сверхсекретного оружия с неизвестными науке характеристиками. А это уже угроза национальной безопасности. Тогда и было решено подключить к расследованию всех этих странных фактов разведку. В результате донесения легли на стол начальника разведки ВМФ вице-адмирала Юрия Иванова. С этой информацией надо было что-то делать и он вызывает к себе Владимира Ажажу, руководителя экспедиции на подводной лодке Северянка. Иванов вывыл мне несколько томов донесений о наблюдении неопознанных летающих объектов на флотах на флотах и флотилиях. Я прочитал эти донесения и за три часа из обычного человека трансформировался в уфолога. Я понял, что это серьезно и это требует глубоких фундаментальных научных исследований. Но прежде чем проводить исследование нужно было разобраться с самим предметом исследования. Может быть все это выдумки? Галлюцинации? Мираж? Сомнения отпали почти сразу. Ведь докладывали о своих встречах с неопознанными объектами опытные моряки, люди авторитетные, много лет отдавшие флоту. Чего стоят только одни донесения начальника разведки Тихоокеанского флота контр-адмирала Владимира Домысловского, которого я знал лично. Он неоднократно докладывал о зависании в отдаленных акваториях Тихого океана гигантского цилиндра над водой длиной в несколько сот метров как бы металлического серебристого тела, из одного конца которого, как пчелы из улья, вылетали мелкие неопознанные летающие объекты, летающие тарелки, заныривали под воду, затем выныривали обратно, вновь залетали в этот самый цилиндр и так многократно совершив свои циклы, загружали с него и цилиндр уходил за горизонт. Согласно донесению, неопознанный объект выглядел примерно так. Тело цилиндрической формы, если судить по цвету, выполненное из металла, представляло собой базу, с которой стартовали летательные аппараты и, совершив полет, возвращались обратно. Впрочем, были донесения, которые вызывали еще более серьезную тревогу. Неопознанные объекты не только наблюдали за подводными лодками и военными кораблями, но даже и предпринимали попытки нападения. Были донесения о том, что командиры подводных лодок с помощью гидроакустической аппаратуры им докладывали, они были вынуждены уклоняться, маневрировать от неопознанных подводных целей. Был случай, когда современная атомная подводная лодка попала в клещи и была вынуждена всплыть и тогда шесть неопознанных летающих объектов, шесть летающих тарелок, симметрично, так сказать, которые окружали подводную лодку, они взлетели и ушли за горизонт. С такой ситуацией столкнулась флотилия боевых кораблей Аргентины. В своих территориальных водах они обнаружили две подводные лодки необычной формы. Согласно отчету, одна лежала на грунте, другая описывала вокруг нее круги. Противолодочные корабли сбросили на нарушителей границы тонны глубинных бомб. Однако это не помешало таинственным объектам всплыть на поверхность и развив невероятную для морского судна скорость уйти в открытое море. Вдогонку был открыт артиллерийский огонь. Он не причинил объектам никакого вреда. То, что в следующий момент увидели моряки на экранах гидролокаторов ошеломило их. Количество так называемых лодок вначале удвоилось. Затем их стало шесть. Они излучали странные, ни на что не похожие квакающие сигналы. Рассматривалось две версии происшедшего. Первая, конечно, диверсия советского флота. А вторая, территориальные воды Аргентины посетили подводные пришельцы. Однако странные сигналы становятся настоящим кошмаром и для советских моряков. Когда его слушаешь, он напоминает может быть там кваканье лягушки или что-то похожее. Почему их и назвали квакерами. И он как и лягушка. Лягушка квакает, потом она вдруг замолкает, потом опять начинает квакать. То есть у нее есть какой-то период, какая-то продолжительность, частота. То она начинает быстро квакать там значит там ква-ква-ква-ква-ква потом значит ква-ква так и квакер примерно. Таинственные объекты излучающие такие странные сигналы начинают буквально преследовать советский подводный флот. Моряки с недоумением рассказывают друг другу о новых встречах. Военно-морская разведка фиксирует координаты. Район их стал расширяться. Если раньше был в Атлантике, то уже стал переходить на предположим я говорю про север, значит Норвежское море, а в дальнейшем уже где-то там на границе западные границы и Баренцев море стали переходить эти квакеры. Медлить было нельзя и решением главкома ВМФ Горшкова при разведывательном управлении ВМФ была создана секретная группа, которая должна была ответить на вопрос, что такое квакеры и почему они преследуют наши подводные лодки. Поначалу в качестве основной версии было выдвинуто предположение, что квакеры опять же дело рук американцев. На первый взгляд версия выглядела правдоподобно. Квакеры могли быть элементом глобальной системы слежки за советскими подлодками. И все же что-то в этой версии смущало. Что? Если квакеры это часть системы слежения, то они должны представлять собой примерно вот такие радиопоплавки. Однако экспедиция, отправленная специально на поиск квакеров, так ничего и не нашла. То есть сигналы фиксировались, а сами радиопоплавки отсутствовали. И еще один странный факт. Когда моряки попытались нанести на карту местоположение квакеров, выяснилось, что сделать этого нельзя. Возможно они там как-то передвигались, но когда подводная лодка возвращалась в выполнение боевой задачи, я начал смотреть на эти вот точки, которые мы заранее нанесли на карту, которые обозначали обнаруженные так называемые квакеры, они не совпадали. Ну, какие-то совпадали, а какие-то уже не совпадали. Или на месте одних появлялись излучения с другой характеристикой. Но общей картины не получалось. И создалось впечатление, что это движущийся объект. Результаты экспедиции оказались более чем неожиданными. Получалось, что квакеры ведут с подводниками какую-то игру. Они будто дразнят моряков, появляются, исчезают, подходят почти вплотную и всегда остаются неуловимыми. Ученым не удалось ответить на вопрос, что такое квакеры, какова их природа и происхождение. Однако в недрах Министерства обороны все-таки возобладало мнение, что без американцев здесь не обошлось. И было решено ответить созданием собственной системы. Уж очень заманчиво выглядела идея поставить под контроль весь мировой океан. Военным ученым немедленно ставится задача. В кратчайшие сроки разработать и внедрить систему, которая перекрыла бы моря и океаны специальными средствами свежения. Грандиозная программа по установлению жучков в планетарном масштабе, а логика холодной войны диктовала только такие масштабы и никак иначе, заработала на полную и, как выяснилось, даже для нашей оборонки эта задача оказалась не по зубам. Но в конечном итоге все это было разработано уже до техники такой, которая могла быть применена, но эти буи были такой огромной, так сказать, величины, и они стоили так дорого, что не то, что забросать Атлантический или Тихий океан, а их буквально сто штук поставить было неспособно наше производство и наша промышленность. Итак, для нас задача оказалась невыполнимой. Теперь оставалось выяснить, а как обстоят дела у вероятного противника? Вдруг американцы все-таки придумали глобальную систему слежения и тысячи морских жучков уже шпионят за нашим подводным флотом? Разведка докладывала, дальше вот таких единичных образцов в секретных лабораториях Пентагона продвинуться тоже не смогли. Ученые подтвердили, на то время такая задача являлась абсолютной утопией. Не может быть такой системы обнарушения подводных лодок, которая вот так вот, ну, как-то непонятным образом распространяется по всему мировому океану, где там ходят или ходили наши подводные лодки. Слишком большое количество и так далее, и так далее, и вообще-то неподъемно. А между тем, командиры кораблей продолжают докладывать о встречах с таинственными объектами и о странных квакающих сигналах, которые фиксируют гидроакустики. Многие отмечают осознанный характер действий со стороны квакеров. Иногда казалось, что они настойчиво пытаются установить связь с нашими субмаринами. Кружат вокруг подводных лодок, меняют тональность и частоту сигналов, как бы вызывая подводников на контакт. Особенно же активно они реагируют на гидроакустические сигналы с лодок. Сопровождая субмарины, они часто следуют рядом с ними до выхода из района дежурства. По неволе возникает версия, что эти сигналы издают живые существа, незнакомые до сих пор науке. Совсем недавно в США был опубликован сенсационный снимок. Его обнародовал житель штата Флорида, который обнаружил эту странную находку во время прогулки по морскому берегу. По его словам, это был труп человекообразного монстра, тело которого было покрыто чешуей, а вместо рук и ног хорошо развитые плавники. По сообщениям американской прессы, хозяин предложил свою находку одному из музеев, но потом почему-то передумал и продал труп чудовища с аукциона анонимному покупателю за 2000 долларов. Была ли эта находка фальшивкой или труп действительно представлял собой переходную ступень между человеком и морским млекопитающим так и не удалось установить. Остается предполагать, что таинственным покупателем останков морского чудовища мог быть как простой чудак, так и представитель спецслужб, ведь объект был продан буквально в первые минуты торгов. Между тем история хранит немало свидетельств того, что с человекообразными морскими обитателями моряки встречались много раз. Так называемых русалок видели известные мореплаватели и Колумб, и Магеллан, и Генри Гудзон, о чем говорят записи в судовых журналах. В известной книге швейцарского натуралиста Конрада Гесснера зафиксирован случай поимки в Адриатическом море морского дьявола. А также вот такого таинственного существа размером с пятилетнего ребенка, найденного в 1523 году на берегу моря. Некоторые ученые считают, что за русалок моряки могут принимать морских сирен. Это водное млекопитающее длиной от 2 до 4 метров. Туловище у них торпедовидное. Передние конечности напоминают ласты, а вместо задних хвостовой плавник. Особенно при свете Луны их крики и очертания вполне похожи на человеческие. Впрочем, эти объяснения не дают ответа на вопрос, что же за объекты преследуют наши подводные лодки. Поскольку вопрос-то необъяснимый, подчас и наши ученые, в том числе из российской академии говорили, это биологического происхождения шума. С тем, чтобы закрыть вопрос, какой биологии. А вот, видимо, там какие-то вот плантоны собираются кучи на определенный период, то ли это косатки, то ли это еще кто-то, ну, в общем-то, по-всякому. Кто как умел, так и объяснял. Биологическую основу. Версию разумных существ в 50-е годы высказал еще знаменитый исследователь мирового океана Жак Пикар. Сохранилась запись, сделанная его рукой в вахтенном журнале. 15 ноября 1959 года Жак Пикар вместе с американским офицером Доном Молчим на борту батискафа погружался в самое глубокое место Марианской впадины. На глубине полтора километра рукой исследователя была сделана запись о приближении к батискафу большого дискообразного предмета. По периметру диск светился габаритными огнями. Среди черной глубоководной пустыни эта встреча произвела на исследователей неизгладимое впечатление. Объект был виден настолько ясно, что объяснить его появление обманом зрения было невозможно. К счастью, объект проследовал мимо батискафа, не причинив ему вреда. В аналогичной ситуации советским морякам повезло куда меньше. Только по счастливой случайности тогда обошлось без жертв. Это произошло 1 сентября 1968 года. Научно-исследовательский корабль Академик Курчатов выполнял программу изучения морского дна. Во время спуска за борт бокса с аппаратурой на глубине 500 метров приборы неожиданно зафиксировали приближение неопознанного объекта. А через несколько секунд на бокс обрушились тяжелые удары, будто кто-то ломился внутрь. Затем оборвался трос. Через несколько минут два остальных и бокс с аппаратурой ушел на глубину. Когда обрывки тросов были подняты на палубу, концы их выглядели так, будто они были перекушены гигантскими щипцами. Что за чудовище охотилось за подводным аппаратом и получило его в качестве трофея, неизвестно. Следы агрессивного поведения неопознанных объектов военно-морская разведка фиксирует и во льдах мирового океана. В районе Кольского полуострова была обнаружена гигантская полынья явно искусственного происхождения. Она была диаметром в 7 метров, имела форму абсолютного круга, но самое главное, она имела оплавленные края. Как будто по ним провели гигантским раскаленным утюгом. Впрочем, такие следы могли оставить и двигатели неизвестного летательного аппарата. Трудно сказать, то ли объект садился на лед, то ли объект выходил из-под льда. Но, во всяком случае, толщина льда составляла около метра. Эти факты, конечно, подлежали дополнительному анализу, но трудно определить, свидетелей самой посадки или же выхода из-под воды не было. Был только факт, который связан явно и повышенный электромагнитным полем в районе этой полонии и вот такими очень четкими геометрическими параметрами. Первая, самая простая версия – подводный пуск ракеты. Но эта версия не выдерживала никакой критики. Во-первых, она не объясняла повышенный уровень магнитного поля, а во-вторых, при толщине льда около метра сам пуск ракеты просто невозможен. Американцы, значит, и в том числе и мы, значит, осуществляли пуски из района Северного Ледовитого океана, но ни один пуск не производился из-подо льда. Все пуски производились, значит, с надводного старта, значит, из полунии. Даже в битом льду и вообще применение какого-либо ракетного оружия, невозможно. Но если это так, то как объяснить эпизод, свидетелями которого стали американские моряки, принимавшие участие в военно-морских учениях в Атлантике, когда огромный серебристый шар, пробив трехметровый слой льда, выскочил рядом с канадским ледополом и на огромной скорости ушел за горизонт. О том, что все эти случаи никак не плод больной фантазии, свидетельствует серьезность, с которой моряки реагируют на подобные встречи с неизвестными объектами. Ведь в некоторых случаях угроза нападения была абсолютно реальной. 7 октября 1977 года у меня в квартире дома раздался телефонный звонок и меня пригласили к адмиралу флота Николаю Ивановичу Свернову. Он по громкоговорящей связи селекторной связался с оперативным дежурным Северного флота. Дежурный докладывал, что раным утром 7 октября плавба база подводных лодок «Волга», находящаяся в Баренцевом море в удалении 200 миль от берега, подверглась облету 9 неопознанных летающих объектов размером примерно с вертолет, которые являли собой как бы металлические диски. Они над этой «Волгой» учинили хоровод и 18 минут маневрировали. Согласно докладу командира базы, 9 неопознанных объектов дискообразной формы, выскочив из-под воды, выписывали фигуры высшего пилотажа на недостижимых для обычных летательных аппаратов скоростях и даже имитировали воздушные атаки. Командир плавбазы, капитан 3-го ранга Таранкин, пытался связаться с командованием Северного флота, чтобы получить инструкции, но радиосвязь неожиданно вышла из строя. Зрелище было настолько невероятное, что командир по громкоговорящей связи дал экипажу команду наблюдать неопознанные объекты, запоминать детали, делать рисунки. Капитан всерьез испугался, что его примут за сумасшедшего, когда он будет докладывать об НЛО, и эти рисунки должны были хоть как-то подтвердить его слова. Воздушная атака продолжалась 18 минут, а потом НЛО ушли за горизонт. Как только НЛО улетели, возобновилась радиосвязь, пошла радиограмма в Североморск, через час прилетел самолет-разведчик, но инцидент был уже исчерпан, разведывать было нечего. И вот тогда при мне Смирнов дал команду заместителю начальника главного штаба вице-адмиралу Петру Навойцеву команду внедрить эту инструкцию по флотам и флотилиям. Он сказал, зайдете ко мне и текст заберете у меня. Так на свет появился документ, который впервые в истории военно-морского флота фактически признавал, что неопознанные объекты существуют и предписывал, как действовать морякам при встрече с ними. Появление документа сопровождалось большими трудностями. Наверху серьезность вопроса многие подвергали сомнению и не считали необходимым заниматься так называемой чертовщиной. Ведь военным приходилось облекать форму приказа то, что не поддавалось никакому объяснению. Впрочем, уже было понятно, что вопрос неопознанных объектов сам по себе становился фактором государственной безопасности и никак не меньше. Что должен думать командир атомного подводного крейсера при встрече с неопознанным объектом? Что делать? Как поступать? Не обращать внимания? Срочно погружаться? Всплывать? А может атаковать? Но десятки межконтинентальных баллистических ракет на борту слишком серьезный груз ответственности и импульсивное сиюминутное решение командира атомного крейсера может привести к непредсказуемым последствиям. Для анализа информации о неопознанных объектах в главном штабе военно-морского флота была создана специальная группа которая должна была если не ответить на вопрос что такое неопознанное явление то хотя бы объяснить командирам да это существует вы не сошли с ума выглядит это примерно так не бойтесь докладывать и соблюдайте спокойствие была создана группа куда были приглашены офицеры нашего управления офицеры научно-технического комитета ученые научно-сельских конститутов которые занимались анализом всей этой информации для того чтобы эту информацию все переварить фактически отсеять отфильтровать в главном штабе военно-морского флота была создана специальная группа которая работа которая носила конфиденциальный характер и информация еженедельно докладывалась заместитель главнокомандующего военно-морского флота этой сверхсекретной группой были описаны наиболее характерные и часто наблюдаемые явления которые наука объяснить не в силах информация должна была помочь командирам атомных крейсеров сориентироваться и принять правильное решение при встрече с неопознанными объектами свести к минимуму фактор внезапности избежать шока который часто испытывали моряки при встрече с необъяснимым работа по изучению неопознанных объектов не дала ответа на вопрос об инопланетянах прямых доказательств того что все это дело рук морских пришельцев не было впрочем точно так же не было данных о том что неопознанные объекты это суперсекретные разработки американцев а именно этот вопрос волновал командование в первую очередь со временем удалось определить примерную географию появления так называемых пришельцев выяснилось что неопознанные объекты появляются как правило в определенных точках мирового океана и с некоторой периодичностью в районе бермудского треугольника в районе средней атлантики там даже были претензии капитанов кораблей бразильских аргентинских что они мешают нашей навигации они прямо ныряют под носом в воду именно эта статистика заставила еще в 60-е годы американских ученых всерьез заняться исследованием бермудского треугольника полученные результаты оказались поистине невероятными посылая радиосигналы из одной точки в другую ученые столкнулись с фактами которые современная наука объяснит не в силах отправленный сигнал возвращался не сразу как это бывает всегда а через несколько минут часов или даже суток но еще более поразительным было то что иногда к собственным сигналам примешивались чужие анализ показывал что это не эхо и не повторение первичного сигнала а передача закодированная неизвестным науке шифром участники эксперимента признавались что складывалось ощущение будто в глубине кто-то принимал их сигнал а затем на той же волне передавал собственные сигналы тогда в 60-е годы эти сигналы расшифровать не удалось через 30 лет эту попытку повторили работа проводились на сверх мощных компьютерах пентагона о результатах информации нет между тем такие сигналы получали не только в районе Бермудского треугольника но и в других точках мирового океана первое место занимает Атлантика в Атлантике наблюдается 44% случаев наблюдений и контактов 16% в Тихом океане и 10% в Средиземном море карта составленная по результатам наблюдений за неопознанными объектами некоторых исследователей навела на мысль о том что возможно в этих точках на дне мирового океана могут находиться их подводные базы при всей фантастичности эта версия имеет в научном мире немало последователей которые в качестве доказательства приводят факты во время обследования дна Бермудского треугольника в самом его центре были обнаружены две гигантские пирамиды это открытие сделал известный океанолог доктор Верларк Мейлер по мнению ученых пирамиды возникли сравнительно недавно а самое главное они покрыты неизвестным науке материалом по фактуре напоминающим толстое стекло еще более любопытную находку сделали австрийские ученые на дне котловины Беллинсгаузен камера их батискафа на глубине 6 километров запечатлела загадочный овальный объект который излучал сильный внутренний свет по версии ученых объект производит впечатление искусственного происхождения получить более подробную информацию об этом феномене современные достижения науки пока не позволяют слишком глубоко как это не парадоксально но мировой океан изучен гораздо меньше чем космос на орбите побывали уже сотни людей а на глубину даже 6 километров опускались единицы между тем главные тайны океана спрятаны именно там было бы наивно полагать что военные рассказали нам все сегодня мы имеем возможность узнать как это было 20 лет назад но все программы связанные с изучением НЛО засекречены все факты говорят о том что эти неопознанные летающие объекты совершенно разной геометрией и формой имеют действительно разумный преднамеренный технологический характер о чем идет речь о тайном технологическом рывке одной из земных супердержав или о неопровержимых фактах существования морских пришельцев официального ответа на этот вопрос пока не существует но это не значит что его нет дорогие друзья впереди вас ждет самое интересное мы подойдем к финалу этого фильма и получим шокирующие предположения и ответы на все загадки смотрите на нашем канале видео о пришельцах и реальной съемке англор тайны древних цивилизаций и невероятное открытие археологов аномальные зоны и аномальные явления интересные факты истории и шокирующие разоблачения устраивайтесь поудобнее перед экранами подписывайтесь на канал и продолжайте просмотр антарктида антарктида мало чем отличается от марса разве что кислорода больше а холод такой же местами температура опускается до минус 80 градусов по цельсию принципиальная разница одна на антарктиде есть люди на марсе пока нет но это вовсе не означает что ледовый континент изучен лучше чем красная планета пожалуй даже наоборот южный полюс стоит в себе загадок гораздо больше чем марс в 2000 году управление национальной безопасности США сделало неожиданное заявление все американские научные экспедиции работающие в настоящий момент в антарктиде отзываются на родину их заменяют профильные специалисты из ведомств подчиняющихся оборонному комплексу страны в национальном космическом агентстве НАСА тут же заявили что кадровая ротация продиктована соображениями безопасности страны похожие меры были приняты и России только без широкой огласки на ледовый континент были отправлены специальные экспедиции оснащенные дорогим и строго засекреченным оборудованием что же такого могли обнаружить ученые в антарктиде версий немало и у каждой из них есть своя удивительная история пасмурным январским вечером 1840 года директор национального музея в Стамбуле Халил Этхем разбирал библиотеку византийских императоров в старом дворце султанов вдруг на пыльной книжной полке он обнаружил карту валявшуюся бухвись каких времен сделанную на коже газели и свернутую в трубку неизвестный картограф изобразил на пергаменте западное побережье Африки южный край американского континента и северный берег Антарктиды вглядевшись в карту Халил не поверил своим глазам береговая кромка антарктической земли королевы была свободна ото льда картограф нанес в этом месте коричневую горную цепь сам же картограф оказался легендарной личностью это был Пири Рейс знаменитый адмирал военного флота атаманской империи член географического общества живший в первой половине 16 столетия подлинность составленной в 1559 году карты не вызывала сомнений графологическая экспертиза заметок на полях подтвердила что они выполнены рукой адмирала есть и другие карты есть и другие средневековые записки свидетельствуют о том что существует земля где обитают животные и люди причем ясно из этих карт из этих описаний что они сделаны с карт более древних ну считается что карта Пири Рейса она скопирована с какой-то древней греческой карты существуют легенды предания арабских мореходов еще по-моему относятся эти записи к 12 13 векам о том что древние люди отправлялись вот строго на юг достигали земли процветающей земли где жили люди довольно высокой цивилизации очень трудно поверить в то что антарктида была когда-то обитаема при этом население самого южного на планете материка существовало в достаточно комфортных климатических условиях ортодоксальная наука считает что это невозможно согласно данным геологов возраст антарктических льдов может быть оценен не более чем 6 миллионов лет а первый современный человек появился на земле 200 тысяч лет назад то есть если следовать логике академического научного сообщества антарктида стала непригодной для жизни человека задолго до его появления однако карта рейса говорит совершенно об обратном на южном материке кипела жизнь и земля окончательно покрылась вечным льдом не так уж давно свидетельство других источников средневековой эпохи в том числе легендарного меркатора говорят что антарктида была обитаема во времена появления египетской и шумерской империи то есть можно предположить что между пятым и десятым тысячелетиями до рождества христова на планете земля существовала цивилизация людей обладавшая высокими знаниями в области навигации картографии и астрономии эти знания никак не ниже уровня последней трети восемнадцатого века на первый взгляд кажется абсурдом но с другой стороны понимаете вот есть же сейчас многочисленные сведения о том что все-таки на антарктиде даже пирамиды находят некие ну скажем так пирамидообразные сооружения самое главное то что под антарктидой сейчас официально уже обнародовано это что обнаружены огромные полости с воздухом то есть там возможно существовать понимаете фантастика вполне может быть однако совсем недавно появились уникальные фотоснимки известного американского исследователя Джозефа Скипера он обнаружил в разных местах антарктиды причем в тех районах куда практически не добиралась ни одна из официальных экспедиций странные объекты вмерзшие в лед внешне эти объекты сильно напоминают диски такие же по очертанию объекты много раз фиксировались уфологами в разных частях планеты и они были идентифицированы как летательные аппараты явно неземного происхождения но и это еще не все есть предположение и оно частично подтверждено утечками из оборонного ведомства США что над районом этих странных находок в Антарктиде постоянно висит американский космический аппарат военного назначения вполне вероятно что спутник подавляет радиосигналы так или иначе связанные с этими гипотетическими неопознанными летающими объектами это были есть НЛО которые потерпели аварию там или или прилетели из других каких-то миров как некоторые считают или местного происхождения той цивилизации которая там существовала 12-15 тысяч лет назад то есть цивилизации уровня Атлантиды по по возрасту а может быть это оставшаяся часть Атлантиды которая там осталась в частности вот под озером Восток который существует там который находится в 400 километрах от Южного полюса происходят самые разнообразные загадочные неведомые процессы которые до сих пор никак не могут разгадать ученые озеро Восток находится в 500 километрах от Южного полюса толщина льда над озером почти 4000 метров его наибольшая глубина 1200 метров содержание кислорода в воде в 50 раз выше чем в любом обычном пресном водоеме а температура в озере почти 20 градусов по Цельсию это в центре самого холодного на Земле континента именно за озеро Восток и развернулась негласная борьба между американскими и российскими исследователями Антарктиды речь идет о том что ну возможно даже сейчас под Антарктидой не просто сохраняются условия для жизни что возможно там кто-то и обитает на самом деле потому что вы должны понять что Антарктида это не остров это континент и то что в недрах этого континента находится до сих пор непонятно согласно информации опубликованной в зарубежных источниках в феврале 2000 года две группы ученых выполнявших совместную программу исследований которую финансировали правительства США и Великобритании намеревались опустить в воды озера специальные зонды оснащенные различными датчиками но внезапно они получили указания все работы по программе свернуть никаких объяснений за этим не последовало а на российскую антарктическую станцию в это же время прибыла новая группа исследователей вместе с ними было доставлено большое количество сложного и дорогостоящего оборудования причем происходило все это в глубокой тайне спустя некоторое время после ротации российских и американских полярников с австралийской антарктической станции Кейси в сторону озера Восток отправились две путешественницы планирующих пересечь антарктический континент на лыжах когда они достигли озера и уже шли по его ледяному покрову неподалеку вдруг произвел посадку самолет американских ВВС из него вышли странные люди в штатском и предложили девушкам проследовать на борт воздушного судна объяснив все это спасательной операцией между тем отважные путешественницы ни о какой помощи не просили позже стало известно что во время лыжного похода девушки звонили по спутниковому телефону друзьям загадочно намекнув что по возвращении расскажут им о чем-то совершенно невероятном однако возвратившись домой они отреклись от своих обещаний и долгое время отказывались с кем-либо общаться по поводу вояжа на ледовый континент в связи с этим инцидентом некоторые уфологи и исследователи загадочных явлений природы и тайн истории считают что девушки могли быть вовлечены в события связанные с возможностью существования в Антарктиде секретной базы НЛО или даже потомков немецких нацистов причем некоторые полагают что одно другого не исключают еще во времена Третьего Рейха на территории Антарктиды была построена новая Швабия и в этой новой Швабии туда были перевезены все самые умные ученые скажем вся культура все тайны оккультные тайны эзотерические тайны все лучшие люди Рейха и почему новая Швабия кстати очень интересно откуда взялось название корабль который перевозил ценности и груз назывался Швабия история с базой нацистов в Антарктиде многим кажется нереальной но некоторые документы найденные в берлинских архивах проливают свет на одну из секретных операций Третьего Рейха во время Второй мировой войны согласно предположениям древнегреческого историка и философа Платона Антарктида это отколотая часть легендарной Атлантиды идея что секреты цивилизации Атлантов могут быть сокрыты под ледяной шапкой шестого континента была озвучена Адольфу Гитлеру нацисты как известно активно занимались поисками древних знаний высоких технологий предков руководство Третьего Рейха понимало что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся отсюда многочисленные экспедиции тайного общества Ананербе на Тибет в Латинскую Америку и наконец в Антарктиду искать тайные знания на ледяном континенте Гитлер отправил несколько групп чтобы соблюсти строжайшую секретность миссии исследователи использовали исключительно подводный флот но уже по итогам одной из первых экспедиций командующий Криксмарины адмирал Карл Денец заявил мои подводники обнаружили настоящий земной рай судя по архивным документам нацисты на самом деле планировали создать в Антарктиде сверхсекретный полигон он получил кодовое название база 211 или новая швабия переброска будущих жителей антарктической новой швабии не только ученых и специалистов но и партийных функционеров с государственными управленцами высокого ранга началась в конце 40-х годов кроме того туда отправили некие секретные производства у меня имеются документы которые я собственно глазами видел немецкая карта из синей тетради так называемая Блауэхефт где написано просто написаны списки и переводятся фотографии этих сотрудников но в основном эсэсовских чинов вот которые участвуют в наборах добровольцев для жизни на южном полюсе это документы переведены у нас в НКВД в 45-м году на каждой страничке стоит виза Сталина и точка с т точка известная всем подпись зачем нацистам нужна была такая база есть разные гипотезы возможно что немцы планировали держать под военным контролем южные моря кто-то считает что в недрах Антарктиды искали оружейный уран есть еще интересное мнение там строилось убежище для элиты третьего рейха на случай полного поражения в грядущей мировой войне кстати сразу после капитуляции Германии американцы которые активно вербовали немецких ученых для работы в Соединенных Штатах были озадачены тем что тысячи высококвалифицированных специалистов третьего рейха бесследно исчезли недосчитались около сотни подводных лодок военно-морских сил Германии в списках военных потерь ни люди ни лодки не значились то есть резонно предположить что нацистам все-таки удалось поселиться на ледяном континенте в сороковых годах 20-го столетия вполне может быть что уже немецкие исследователи в конце 30-х годов которые очень интересовались Антарктидой отправляли туда целые десанты из подводных лодок и что именно там существовали подземные подводные полости где температура была не ниже 18 градусов температура воды были бактерии которые могли жить только в теплой среде до температуры до 55 градусов то есть там была жизнь там жили растения вот этих полостях не исключено что тайное поселение нацистов под кодовым названием новая швабия до сих пор существует в Антарктиде и возможно на следы такой базы в 2000 году наткнулись полярники в свою очередь это заставило срочно заменить гражданских ученых на профильных специалистов из спецслужб подобное мероприятие по засекречиванию исследовательских работ и ограничению доступа на ледовый континент туристов вполне оправданно в истории освоения Антарктиды не раз происходили инциденты объяснения которым до сих пор нет есть только догадки что странные происшествия могли быть связаны с неожиданными контактами исследователей и обитателями нацистской базы а может даже с представителями внеземной цивилизации в 1959 году советская экспедиция основавшая в Антарктиде полярную станцию Мирный отправила группу из восьми исследователей вглубь континента чтобы достичь южного магнитного полюса вернулись лишь трое по официальной версии причиной трагедии были жестокая буря сильнейшие морозы и отказ двигателя у вездехода в 1962 году к южному магнитному полюсу отправились полярники из США американцы учли печальный опыт советских коллег поэтому в экспедицию снарядили 17 человек уже на трех вездеходах и с постоянной поддержкой радиосвязи в этой экспедиции никто не погиб но вернулись люди на одном вездеходе все они находились на грани помешательства исследователи не смогли ничего внятно объяснить и их немедленно эвакуировали на родину уже намного позже советский полярник Юрий Коршунов в беседе с репортером пытался рассказать что произошло с экспедицией станции Мирной Коршунов был одним из тех кто уцелел в походе к магнитному полюсу по словам полярника группа была атакована светящимися летающими объектами напоминающими диски попытка снять аномальное явление закончилась плачевно фотографы камера были уничтожены лучом посланным с летающего объекта также погибли и те кто стал отражать атаку с воздуха из охотничьих ружей репортер этот рассказ опубликовать так и не сумел с кем или с чем могли встретиться полярники известно что в третьем рейхе разрабатывались дискообразные летательные аппараты также известно что немецкие летающие тарелки оснащались двигательными установками принцип работы которых был совершенно отличен от обычных поршневых и реактивных моторов если предположить что немцы действительно обосновали на ледяном континенте секретную базу то именно на ней могли проводиться эксперименты по усовершенствованию летающих тарелок возможно что полярники стали невольными свидетелями испытания этих устройств и были атакованы но также нельзя исключить что атаку провели другие кто например представители внеземной цивилизации потерпевшие аварию во льдах антарктиды есть и третье предположение полярники попали в зону активной аномалии и стали жертвами воздействия сильных магнитных или других непонятных энергетических полей у людей которые там работали и работают собственно по каким-то рассказам непосредственных участников этих экспедиций можно заключить что действительно там имеют место быть некие эффекты очень связанные с измененными состояниями сознания и в этом измененном состоянии сознания люди могут воспринимать и видеть некие неопознанные объекты и так далее и так далее и тому подобное конечно все это лишь предположение мы не знаем истинных причин засекречивания научных исследований в Антарктиде и все-таки кое-какая информация просачивается вполне вероятно что полярники нашли следы древней цивилизации которая обитала когда-то на южном полюсе земли и предшествовала нашей длительность ее развития может насчитывать несколько тысячелетий сам же континент был зеленым и безо льда как на карте турецкого адмирала Перерейса причем Перерейс не сам составлял карту а всего лишь перерисовал ее с другого документа и этим документом скорее всего был древний атлас жителей Антарктиды ими же самими и составлены там кроме очертаний континента были еще изображения флоры и фауны в недрах все-таки Антарктиды находят останки каких-то животных растений но это этим останкам больше 20 миллионов лет то есть что могло стать причиной оледенения Антарктиды это и смена полюсов но и другие процессы которые идут на земле так что это вполне вероятно есть и другие причины исчезновения цивилизации версии которых озвучивают исследователи катастрофическое извержение вулкана после чего континент был полностью погребен под многометровым слоем пепла не исключаются и крупномасштабные наводнения достаточно устойчивые приведшие к длительным локальным потопам кстати наличие таких потопов археологи не отрицают при этом процесс оледенения южной земли начался не ранее десятого тысячелетия до рождества христова подобные бедствия могли уничтожить абсолютное большинство комплексов материальной культуры неизвестной нам протоцивилизации вполне возможно что часть ее до сих пор находится под толщей антарктических льдов кстати в качестве серьезной рабочей гипотезы уже сейчас принято положение что спасшиеся представители древней цивилизации южан сохранили и передали часть знаний древним египтянам и шумерам но покинувшие антарктиду люди не остались в египте и месопотамии они пошли дальше на север и восток растворяясь среди местных племен или обустраиваясь в труднодоступных районах сибири сахалина и гималайских гор до сих пор в некоторых богом забытых населенных пунктах на дальнем востоке местные жители рассказывают одну и ту же легенду передаваемую здесь из поколения в поколение много тысяч лет назад они жили далеко-далеко на юге в океане и когда началась великая катастрофа остатки их народа остатки великой цивилизации они начали свое многовековое странствие по океану плыли на круглых лодках они умели опреснять воду вот это они подчеркивали круглые лодки почему-то и то что могли опреснять воду военным удалось найти то самое более интересное жизнь в глубочайших слоях земли и даже не просто жизнь а высоко развитую цивилизацию по крайней мере так сообщают многочисленные источники в интернете со ссылкой на Эдварда Сноудена он рассекретил материал о том что правительство соединенных штатах Америки президент обладает сведениями о летающих тарелках что они имеют такие наблюдательные объекты сонары которые находятся глубоко в воде и они фиксируют там передвижение каких-то технических объектов кто же они эти загадочные жители подземелья это вероятна сущности которые находятся внутри земной коры они подвержены очень большим давлением с старшнейшим температурам речь идет об экстремофилах бактериях и микроорганизмах способных жить в экстремальных условиях в сообщениях распространенных от имени Сноудена именно их называют загадочной подземной расой так кто же такие экстремофилы на самом деле Пермский край знаменитая девья пещера длиной чуть больше 10 километров сюда как и в подмосковные Сьяны съезжаются туристы со всей страны в надежде встретить настоящих подземных жителей этот самый народ чуть распространенный на русском севере как как гласят легенды не только жил в подземельях но и в конечном итоге ушел под землю не появившись снаружи во время одной из экспедиций к дивии пещере уфолог Николай Суботин ночью услышал разговор на незнакомом языке как будто говорят два человека взрослый и пожилой в чем говорят люди непонятно слышна только такая артикуляция а вот загадочной шахте в горном массиве Хара-Хора что в Кабардино-Балкарии возможно еще предстоит стать туристической достопримечательностью в течение многих тысячелетий подземелье оставалось для людей тайной за семью печатями и возможно о нем бы никто не узнал если бы не загадочные знаки оставленные на скалах немцами во время оккупации это свастика выбитая на камни и с датой в данном случае тот леперный знак который находится прямо напротив шахты свидетельствует что он выбит 28 октября 1942 года зачем немцы выбили в скалах свастику что искали в горах Кабардино-Балкарии в поисках ответов местные спелеологи начали собственные исследования брита огромная достаточно большая плита закрывала вход когда эту плиту отодвинули оказалось что перед нами отверстие с огромным трудом спустились мы на глубину 78-80 метров с огромным трудом протискивать нужны спелеологические навыки нужны альпинистские навыки продвигаясь буквально вслепую исследователи открывали все новые замки и проникали в новые отверстия ведущие вглубь масштаб сооружения впечатлял вот эти самые гигантские блоки наземные весом 600 1000 1200 тонн явно строили какие-то гиганты в кабардино-балкарии побывали уже более 10 экспедиции в том числе зарубежных все сходятся в одном шахта рукотворная вот только чьих рук это дело мы однозначно уверены что сделали ее не наша цивилизация что это сделано значительно раньше чтобы это сделать нужно было обладать огромной энергии свой ответ есть у сторожилов подземные сооружения внутри горного массива Хара-Хора это последнее пристанище древней цивилизации нартов нарты герои древних эпических сказаний кавказских народов могучие богатыри носители позитивного начала вместе с шахтой в горном массиве Хара-Хора обнаружили древнее захоронение его назвали кемерийский некрополь вот один из артефактов найденных в могильнике необычно этой чашечке и других найденных на этом объекте в том что на ее донышке выцарапана оборотная свастика существует ли связь между свастикой выбитой в горах немцами в 42 и свастикой из древнего кладбища журналист Виктор Котлеров уверен существует он считает что нацисты искали в горах именно эту шахту следы той самой цивилизации скрывшейся в подземелье их интересовал Кавказ что они могли видеть на Кавказе что они искали на Кавказе конечно это было прежде всего то что связано с войной с абсолютным оружием они искали то оружие которое позволит им овладеть миром существует легенда о том что древняя цивилизация оставила потомкам тайные знания зашифрованные на кремниевом носителе возможно мы находимся сейчас в двух шагах от того самого зала знаний до которого так и не добрались нацисты но есть и другие версии предназначения шахты например то что она была воздуховодом для подземного города одно из самых фантастических предположений сооружение в горном массиве похоже на тоннель для летательных аппаратов то что вылетают в ряде мест в Аргентине в Тибете в Антарктиде на севере из-под земли что-то похоже на неопознанные летающие объекты скорее всего подтверждает о том что под землей существует какая-то жизнь а может быть это и есть те самые НЛО которыми якобы руководят наши подземные соседи экстремофилы благодаря американцу Сноудену в России это слово вышло за пределы секретных лабораторий что же говорит об этих существах классическая наука это биологические объекты или микроорганизмы которые предпочитают расти в условиях отличающихся от нормальных пониманий нас с вами то есть это микроорганизмы которые могут расти при температуре до плюс 100 градусов например микроорганизмы высшая раса готовая сразиться с человечеством запускающие из-под земли летающие тарелки для почвоведа Елизаветы Ривкиной это звучит как бред никакого мнения по поводу высказывания Сноудера у меня нет потому что мне кажется что микроорганизмы интеллекта в нашем понимании никаким не обладают и обладать не могут мозга у них нет есть и еще одна версия Сноуден ничего подобного не говорил это произошло в Гималаях в 1996 году российская научная экспедиция обнаружила несколько древних каменных сооружений с необычными знаками попытавшись расшифровать загадочные изображения исследователи сделали любопытное открытие раньше два полюса нашей планеты были совсем не там где сейчас Земля неожиданно повернулась на 60 градусов и это перемещение вызвало катаклизмы глобального масштаба их отголоски можно услышать в многочисленных легендах о всемирном потопе но кто сказал что наводнение времен Ноева Ковчега было последним попытавшись смоделировать новое смещение земной оси исследователи пришли к ошеломляющему выводу Россия будет тропической страной новый экватор пройдет примерно в районе Тюмени поднимется уровень океанов утонут Великобритания Голландия Бельгия север Германии часть Польши Италии Украины и Франции а вот северный полюс сместится в район Соединенных Штатов Америки причем пик его окажется на том самом месте который испокон веков заставляет трепетать всех кто хоть когда-нибудь там побывал и место это именуется таинственно и страшно башня дьявола посреди бескрайних просторов американских великих равнин на территории штата Вайоминг высится странная одинокая скала у кого-то из местных жителей она вызывает благоговейный трепет а у кого-то неподдельный страх с нею связано множество загадок и легенд кто и когда прозвал эту скалу башни дьявола неизвестно но название это появилось неспроста на самом деле местные индейцы называли в течение там я не знаю много веков и может быть тысячу лет назад называли совершенно по-другому называли вершина истины последний шаг в небеса вот такие были романтические названия и у индейцев бытовало такое поверье что самый мудрый шаман чтобы вот получить истину он должен попытаться взобраться на эту возвышенность первая загадка скалы как и когда она появилась на совершенно плоской равнине есть версия что более 50 миллионов лет назад в этом месте плескались морские волны но однажды подводный вулкан проснулся и выбросил вверх столб расплавленной магмы эта магма застыла в виде базальтовой башни из пучка граненых пятиугольных столпов после этого море отступило и посреди абсолютно ровной местности осталась одинокая скала удивительно правильной формы со временем солнце вода ветер сезонные суточные перепады температуры убрали лишние осадочные породы отполировали до блеска граненые каменные бока и скала еще больше стала походить на искусственное сооружение это теория геологов такого типа башен которые учеными геологами называются инзельбергами то есть островными горами или горами островами в мире еще ну несколько десятков то есть это определенная геологическая формация которая образовалась миллионы лет назад из таких вот сложных очень конкреций и поэтому вид у нее очень загадочный и такой вызывающий какие-то далеко идущие мысли ученых о ее происхождении наиболее известные островные горы это столбчатый мыс на Кунашире и мостовая гигантов в Ирландии эти объекты обладают схожей архитектурой структурой однако все равно отличаются от скалы в штате Вайоминг внешне башни дьявола в США словно сложенные пучком каменные столбы с неестественной для природы геометрией в виде правильного пятиугольника однако обитатели здешних мест не принимают геологическую то есть научную теорию происхождения башни дьявола стихия не способна создать сооружение абсолютно правильной формы поэтому считают аборигены скала рукотворна но кто мог воздвигнуть такую громадину высотой почти 400 метров а это в два с половиной раза выше пирамиды хеопса разумеется существо обладающее сверхъестественной силой но что это за существо вот тут и возникает ряд любопытных моментов индейцы никогда не селились в этой местности и в обычной жизни старались обходить ее стороной они назвали эту скалу башней плохого бога не страшились башни только шаманы которые устраивали у подножия горы колдовские шабаши башня давала открывала дорогу в небо открывала истину и индейцы совершая обряд обходили эту башню костры жгли вопрошали шаманы совершали определенные обряды демоны сглаз на легенде на вершине скалы живет злой демон именно он и воздвиг для себя такое грозное неприступное жилище демон люто ненавидит весь род людской и горит неистовым желанием стереть его с лица земли для этого он бьет в огромный барабан извиваясь в диком танце и созывая в свое войско темные силы но едва огромная армия его приспешников собирается вокруг башни плохого бога как на небе сгущаются тучи и начинается гроза это добрые небесные ангелы пресекают шабаш поражая нечистых и их вождя огненными стрелами молнии демон вынужден прятаться от них внутри скалы а его вояки позорно разбегаются впрочем через некоторое время демон забывает полученный урок и снова начинает свои козни для индейцев вопрос существует ли душа или духи внутри башни дьявола это даже не вопрос безусловно существует им требуется поклонение им требуется уважение их нельзя никоим образом по мнению индейцев тревожить ну и так далее и тому подобное то есть башня дьявола это не просто место обиталище некого там существа некого дьявола как по версии европейцев это и есть само существо другая индейская легенда иначе объясняет возникновение башни в этой местности обитал злой дух в облике огромного медведя людоеда однажды зверь напал на несколько красивых девушек спасаясь от кровожезного монстра они взобрались на небольшой валу медведь бросился за ними раздирая камень острыми длинными когтями тогда красавицы обратились к валуну с мольбой о помощи и он услышал их мольбу и стал быстро расти превращаясь в высокую скалу и унося девушек вверх к небесам но одна юная красавица замешкалась и почти оказалась в заверенных лапах людоеда он продолжал преследовать ее и продолговатые следы которые остались на этой башне они как раз пробиты огромными когтями этого медведя который карабкался на отвесные скалы за этой девочкой которую пытался достать казалось спасения не но произошло чудо и девушку которая замешкалась и остальных ее подруг некие силы превратили в птиц и все они взлетели в небо теперь юные красавицы сияют там со звездем плеяды а злого и кровожадного медведя порыв ветра сбросил с вершины скалы и зверь разбился насмерть но следы от его когтей в виде геометрически правильных складок напоминающих гофре на женском платье навсегда запечатлены на башне всегда любой объект географический природный объект необычный он привлекает людей порождает много легенд легенды всевозможные сказания предания и так далее и безусловно в древности индейцы конечно наделяли этот столб гигантский эту возвышенность ну придавали какие-то волшебные свойства исследователи утверждают что легенды на пустом месте не рождаются и эта скала действительно обладает колдовской силой здесь патогенная зона это означает что вокруг башни дьявола сильно искажаются процессы жизнедеятельности и окружающая атмосфера порождает странное явление к примеру многие видели на ее вершине какое-то загадочное свечение что дало повод говорить скала является посадочной площадкой для НЛО это мнение уфологов невольно подкрепила режиссер Стивен Спилберг своим фильмом близкие контакты третьей степени в его картине сцена где огромный корабль инопланетян приземляется на плоской вершине горы снималась как раз на башне дьявола случайно или намеренно выбрал режиссер такую натуру для съемок там происходят какие-то геологические такие катаклизмы мелкого мелкого формата что называется какие-то небольшие извержения небольшие какие-то сполохи все это говорит о том что место неспокойное естественно что это могло вызвать и такие крайние самообъяснению события как прилеты отлеты каких-то объектов то есть на самом деле это могут быть и шуровые молнии очень похожие на такие плазменные какие-то образования похожие на НЛО вот природа которых до сих пор не разгадана еще одна неразгаданная загадка башни дьявола скала категорически не подпускает к себе белого человека впервые колонисты из Европы оказались в этих местах в начале 19-го столетия и поначалу следуя советам индейцев сами обходили стороной таинственный объект но неиссякаемая сила любопытства тянула пришельцев к скале толкая их на покорение вершины но не тут то было какая-то неведомая преграда каждый раз возникала перед смельчаками которые пытались взобраться на башню дьявола башня считается неприступной ну скажу относительно неприступной потому что за всю ее историю на башне побывало 4 человека из них половина это люди которые оказались там ну не совсем по своей воле для спасения других оказалось что несмотря на многочисленные попытки даже самые именитые альпинисты за исключением одного единственного альпиниста все остальные терпели фиаско и к сожалению признавали что величие и неприступность Девилс Тауэр выше их возможности первое восхождение на башню дьявола было совершено еще в 19 веке 4 июля 1893 года двое фермеров обосновавшихся в Вайоминге Уильям Роджерс и Уиллар Трипли без всякого альпинистского снаряжения просто загнав колышки в трещины скалы и закрепив на них деревянные лестницы взобрались на самый верх демонической скалы некоторые из этих деревянных колышков остаются нетронутыми до сих пор затем в 1938 году вершины достиг скалолаз Джек Деранс однако никаких документальных доказательств этого восхождения он не оставил поэтому так называемый подвиг Деранса многие подвергли сомнению но спустя некоторое время альпинисту вновь пришлось подниматься на башню дьявола только уже против своей воли но об этом чуть позже четвертым смельчаком который решил попасть на вершину и всех удивить стал известный американский трюкач и парашютист Джордж Хопкинс он поддался на уговоры у строителей большого авиационного праздника в расположенном неподалеку городке Рапецити уговоры уговоры были подкреплены чеком на солидную сумму не устояв перед соблазном наживы Хопкинс согласился прыгнуть на башню дьявола с парашютом этот сумасшедший прыжок привлек множество зрителей с самого начала все пошло не так как было задумано Хопкинс вроде бы благополучно приземлился в самом центре площадки но тут порыв ветра подхватил парашютиста и потащил его к краю обрыва с большим трудом Джорджу удалось освободиться от строп в самый последний момент когда гибель уже казалась неизбежной но теперь перед отважным покорителем вершины встала другая проблема как спуститься вниз сначала Джорджа Хопкинса попытались снять с вершины вертолетом высота небольшая да и площадка наверху просторная и плоская но из-за сильного ветра ни одна попытка подхватить пленника со скалы у вертолетчиков не удалось мне казалось что ситуация более чем простая подымали на вертолетах людей даже стонущих судов но с башни дьявола это оказалось невозможно потому что ни вертолеты не могли спуститься ни альпинисты не могли подняться чтобы снять оттуда незадачливого парашютиста которому угораздило приземлиться на эту точку потом спасатели попытались сбрасывать с воздуха тюки с альпинистской амуниции чтобы Хопкинс сам попытался спуститься вниз при помощи профессионального оборудования но амуниция или пролетала мимо падая в пропасть или билась о скалу после чего веревки приходили в негодность да и не за что их было зацепить когда была осознана вся серьезность безвыходной ситуации с парашютистом на башне дьявола власти решили создать специальный комитет для спасения Хопкинса после нескольких часов беспрерывного заседания в Рапид Сити спасатели решили хоть как-то облегчить судьбу пленника но погода в этот день была нелетной и поднять авиацию не представлялось возможным но как только небо немного прояснилось над вершиной скалы закружилось несколько вертолетов которые к ужасу Хопкинса подвергли его площадку и всю окружающую местность настоящей бомбардировки с неба сыпались спальные мешки консервы и множество тому подобных предметов первой необходимости от которых пленник башни дьявола едва успевал увертываться все время пока Джорджа Хопкинса снабжали с воздуха водой и пищей на скалу один за другим пытались подняться профессиональные и именитые альпинисты но безуспешно в то же самое время не без иронии скажу тот парашютист который был вынужден в качестве Робинзона целую неделю провести на башне рассказывал что к его удивлению крысы в изобилии водятся на этом месте и судя по всему крысы имеют возможность спускаться и подниматься по неизвестным каким-то своим крысиным ходам на поверхность и соответственно для крыс это место абсолютно доступное когда последний профессиональный альпинист заявил что одолеть башню дьявола невозможно спасательному комитету пришла в голову мысль найти того самого Джека Деранса заявлявшего ранее что он покорил эту вершину скалолаза с большим трудом разыскали на восточном побережье США доставили на место происшествия и почти силой заставили повторить восхождение Деранс сумел забраться на скалу и вызволить пленника самое удивительное что в древних индейских преданиях есть упоминание о том что давным-давно шаманы презирая злого духа живущего в скале взбирались на вершину чтобы познать высшую истину и победить страх перед неведомым что же тогда произошло если современные альпинисты оказались неспособными одолеть гору высотой менее полукилометра я конечно не могу исключать что в более ранние времена может быть сотни может быть тысячи лет башня была более доступной а сейчас в силу обрушения доступных троп она превратилась в неприступную крепость в последнее время о башне дьявола исследователи заговорили вновь согласно версиям эзотериков с этой скалой в Вайоминге связана некое географическое число шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть поистине дьявольское значение что бы это могло значить люди издавна верят в магические свойства чисел к примеру считается что цифра 6 связана с антихристом и приносит несчастье причем шестерки опасается не только простой народ подверженный разным суевериям но и люди вполне образованные опирающиеся на познание мира с точки зрения материализма и требующие доказательств тем или иным явлениям которые происходят вокруг некоторые из таких материалистов без зазрения совести считают что число шесть символ частицы дьявола в душе человека платой за которую являются страдания при попытках избавиться от проклятия если от нее не избавиться то появится психическая или физическая болезнь удвоенная шестерка шестьдесят шесть символическое олицетворение массового группового дьявольского вмешательства в души людей и даже целой нации шестьсот шестьдесят шесть это единица измерения общечеловеческого дьявольского начала ведущего к непредсказуемым последствиям глобальным катастрофам эпидемиям а вот четыре шестерки могут угрожать не только людям но и жизни на планете в целом есть мнение что вся планета состоит из так называемых энергетических треугольников вряд ли можно считать простой случайностью что расстояние между узловыми и самыми таинственными точками на планете вершинами этих треугольников составляет шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть километров а именно между северным полюсом и священной горой Кайлас на Тибете между островом Пасхи и Бермудским треугольником между пирамидами Египта и многими другими таинственными и загадочными объектами на планете что интересно от Стоунхенджа до башни дьявола те же шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть километров сделав соответствующие вычисления некоторые исследователи пришли к выводу что земля стоит на пороге крупнейшей в своей истории катастрофы произойдет сдвиг полюсов Северный полюс дважды переместится ровно на 60 градусов на третью часть полуокружности земли после чего окажется в штате Вайоминг и в самом центре Северного полюса будет находиться башня дьявола начнем с положения Северного полюса конечно он меняется полюс и вполне возможно но это уже ученые могут сейчас очевидно просчитать и указать где там в ближайшие сто лет или тысячи лет может находиться Северный полюс это первое второе я бы конечно очень осторожно вот к этим подсчетам 6666 не знаю кто проводил эти измерения как утверждают исследователи все расстояния с четырьмя шестерками между объектами на земле хранящими в себе неразгаданные тайны были рассчитаны с помощью компьютерного моделирования и поводом для таких расчетов послужили удивительные находки в Гималаях свидетельствующие о том что давным-давно магнитные полюса на нашей планете были совсем в других местах более того есть предположение что цивилизация атлантов было известно направление по которому смещается земная ось и башня дьявола одно из искусственных сооружений построенных древними зодчими как знак предупреждающих далеких потомков о грядущей катастрофе до сих пор